Аганесса Крикорианца Естественно, он остается, он очень важен сегодняшним ребятам, спортсменам, которые пришли в фехтование, потому что в Омске все-таки одним из основателей фехтования был как раз Аганесс Павлович, и очень хорошо, что эти традиции, они сохранились даже, как говорится, в очень тяжелые времена, я имею в виду 90-е, но сейчас Омское фехтование находится на определенном подъеме. За 40 лет преподавательской деятельности Аганесс Павлович воспитал десятки мастеров спорта, чемпионов и призеров всероссийского и международного уровня. Богатые традиции фехтования продолжает и молодое поколение. Свежее олимпийское золото юношеских игр Алины Масейко и всего несколько ступеней отделяют Александра Трушакова от попадания во взрослую сборную страны. Такие результаты дорогого стоят. Аганесс Павлович мне дал мою целеустремленность достигать своих целей поставленных и идти дальше к новому, новому вершину. Он приходил себе на соревнования, болел, смотрел. И бывало, даже застал, когда давал советы. Он был очень прекрасный человек. Четыре дня спортсмены из семи регионов Сибири и Урала выясняли, чья школа сильнее. По итогам личных и командных поединков на шпагах и саблях амичи завоевали семь медалей различного достоинства. Юноши золото, а девушки бронзу в командных зачетах, три серебряные медали и одну бронзовую в личных. А Мария Синер оказалась единственной спортсменкой, которая сумела добраться до высшей ступени педестала. Победители и призеры турнира получили дипломы, подарки и приобрели бесценный опыт, который вскоре пригодится. Я скажу, что мы не слабее Новосибирска или других каких-то городов. Будем бороться и побеждать.